Привет, господа пчеловоды! Сегодня 30 октября, и мне хотелось бы поговорить о бескрылых пчелах, и все-таки какую-то ясность внести в эту болезнь или в этот вирус. Так как я уже рассказывал про этот вирус, который у нас в Швеции совершенно недавно, 5-7 лет, и у меня был комментарий, что один пчеловод написал, что у него был такой пример, что одна семья была очень сильно поражена этим вирусом, у него очень много было пчел бескрылых, и именно когда он сделал тест на воротоза, то в этой семье высыпалось очень много воротоза, а там, где, значит, не были пчелы с крыльями обрезанными, вернее, без крыльев, там было мало воротоза. Но про эту взаимосвязь я, честно, могу сказать, что я ничего не знаю. Слушая Кашковского, в его лекциях тоже для этой болезни не уделяется много времени и много объяснений. Это все сводится к температурам. Это холодные температуры, при которых семья как бы... Честно говоря, то, что она не согревается, я в этом сомневаюсь, потому что, все-таки, мне кажется, что это касается к воротозу, потому что в Ташкенте, так как у нас очень жарко, и там в ульях не бывало прохладно, и в ульях не было. Но вот вентиляция, даже та вентиляция, которая у меня была, та, она не спасала от этого. Пол улья были с бескрылыми. Но воротоза я никогда не видел. Я его воочию в Ташкенте, я о нем вообще... Я только слышал, что есть такой монстр, и лекарств не было. Вот в те первые годы, это 86-87 год, тогда только говорили о том, что есть какая-то блоха, этот воротоз, и что от него гибнут пасеки. Я видел слезы тех пчеловодов, у которых целыми вагонами погибали пасеки, но там опять-таки двуяка, или же это из-за того, что кормили в зиму арбузами, кормили арбузом соком, или же это действительно... Ну, короче, вот это вот спорный вопрос, он у меня... Я всегда не мог сам себе... Во-первых, я не обращал внимания на то, что он не был опасным для семей, никогда. Сколько бы ни было этих пчел без крылых... Ну, вот здесь, в Швеции, я заметил, хорошее лето, жаркое лето, они на глаза не попадаются. Вот, я именно сказал, что в этом году были семьи, в которых я много видел без крылых пчел. С чем я это связывал? Вот, я знаю точно, что когда я занимаюсь в апреле месяце и введением маток, я в прошлые годы сталкивался с одной проблемой. Вот это белое бюро, в котором маточки бегают свободно, я вам показываю, как я в бюро вставляю маточник, вырезаю, вставляю, и там рождается матка. Вот в этих белых бюро всегда матки рождались с крыльями нормальные. А как только я попробовал, делал вот эти вот бюро, вот эти вот, я делал эти бюро, и вот здесь, видите, да, есть выемка. В эту выемку ты вставляешь маточник, маточник вот так висит сюда вниз, ты его закрываешь, и получается с двух сторон, с двух сторон, он придавлен вот этими пластмассками. Именно по этой гадости, то, что они прижаты пластмассками, а пластмасски холодные, маточник в свое время остывает. И вот в этих бюро, вот в этих желтых, всегда рождались матки без крыльев. Всегда. Сколько бы я не пытался в апреле месяце сам себе доказать, что я молодец, в этих бюро рождались матки без крыльев, а в этих больших бюро, вот такие белые толстые, в клеточках пластмассовых, всегда рождались нормальные матки. Я это все-таки понял, что вот этот температурный режим, когда ты сюда сажаешь, холодные стенки остужают не на 100%, а на 50% маточник. И вот эта гадость, матки рождались без крыльев. Именно отсюда я понял, что температурный режим как-то влияет на пчел. И, скорее всего, ну никакого, ну вот он вам явный пример. Ну, при чем здесь воротоз? Я не могу на этот вопрос четко сказать влияние воротоза на этих бескрылых. И очень многие блогеры, в том числе Кашковские, просто температурный режим, в уле холодно. не холодно, а вот этот какой-то температурный режим, который влияет на то, что во-первых, это как говорят пчеловоды и Кашковские, это недостаточность перги и недостаточность кормов. Я вот с этим не сталкивался. У меня всегда перги, как вы видите, у меня ее, я ее всегда оставляю и в зиму, и весной, и летом ее очень много. Я ее не собираю. Все это остается в улях. Но вот этот нюанс, то, что все-таки пчелы рождаются бескрылые, и вот этот пример с матками, то, что вот в этом бюро матки в апреле, в августе, в июле, в июне, в июле и в августе все будет нормально. Сюда вставляешь маточник, и все прекрасно. А вот апрель месяц и май месяц, они здесь обескрылые рождаются. Поэтому каждый из вас, если уж вы хотите сами себе что-то доказать про то, что воротос, не воротос, температура или что там, можете попробовать этот способ, и на ваших глазах будут рождаться обескрылые матки. Но и вот я к чему это веду разговор. Конечно, может быть, это проблема обескрылые пчелы, но это же небольшой процент. Там что там, 5-10 процентов. Это не сравнить ведь с назематозом, который на 90 процентов пчелы улетают. Это как принято сейчас в России говорить, слетели пчелы. За две недели пчелы слетают. Они действительно улетают умирать, но это не называется слетом, это называется обычный назематоз, обычная болезнь, обычные симптомы, обычный диагноз. Но никто не хочет признавать, что у меня назематоз, семья погибла из-за того, что я такой умный, не обратил внимания на то, что семья в течение двух недель сокращалась и прикрыть свой недостаток опыта тем, что легче всего сказать, семья слетела. А наука Советского Союза в лице Кашковского четко сказала, что назематоз уничтожает семью в течение максимум двух недель, семья уходит в ноль. И поэтому стоит ли обращать внимание на эти нюансы, то, что рождаются пчелы бескрылые, я не вижу в этом никакой трагедии. И именно по этой причине, как мне пчеловод написал, что не лучше ли побороться с воротозом и эти проблемы уходят. Я опять-таки вам говорю, мое пчеловодство, оно не заключается в том, чтобы бороться с воротозом. Воротоз для меня это та блоха, которая не существует в природе. А иммунитет, иммунитет, вот этот, вот это самое важное, вот это важный аспект, в котором реально ты видишь, что нет проблем, ни с какими болезнями, все пчелы выплывают сами. Есть, конечно, нюанс 10-20% это те болезни и те нюансы, в которых ты как молодой смотришь на этих пчел и думаешь, Йоханн и Бабай, ну а этот откуда выходит, ну не было же раньше так. Каждый год осень, сентябрь и октябрь, они припал, каждый год одно и тоже нету. Каждый год есть общая линия, по которой ты всегда шагаешь, но в этой общей дороге всегда есть какие-то нюансы, в которых ты всегда натыкаешься на какие-то новые нюансы, в которых ты же помнишь, как это было в те годы, которые уже были похожие болезни, и ты пытаешься меняешь, что-то меняешь, что-то изменяешь, и в итоге война план показывает, оно действительно не бывает случаев, чтобы тот опыт, который у тебя уже есть, чтобы он реально не помог, такого не бывает. одна семья по-любому умирает, из десяти в какой-то год одна семья обязательно умрет, как бы ты ей не помогал, что бы ты с ней не делал, все зависит вот в этот момент от этой матки, и вот эта матка, которая несет в себе 150 болезней, пойди узнай, что заставило их, нет иммунитета, и 150 болезней, все у тебя в уле все 150 болезней будут проявляться, поэтому давайте просто думать о том бороться не с воротозом, а поднять иммунитет, я этому уже три года вам показываю всю эту кухню, что-то получается, что-то не получается, но плохо не бывает, понос это не смерть, пусть они бывают, что пчелы могут сраться, но они живые, они доходят до результата, так что с бескрилами пчелами, я честно, я не знаю, опыт большой, видел много, делал ничего, просто анализировал, думал, изменял, все равно он есть, все равно все это происходит, от него можно избавиться, от назематоза, вот это меня единственная болезнь, которая пугает лично меня и моих пчел, это назематоз, так что пока-пока, всем привет, привет,